Приветствую! Можно ли человека привлечь к уголовной ответственности за отказ от прохождения ВЛК? И если можно, то какая это будет ответственность? На эти вопросы вы получите сегодня четкие и однозначные ответы на основании судебной практики. И для того, чтобы получить эти ответы, нам нужно посмотреть один приговор. Смотрим. Это приговор Воловецкого районного суду Закарпаттской области. И если вы обратите внимание, это свеженький приговор. Ему тут сколько? Три недели. Итак, смотрим, что здесь была за ситуация. Читаем. Обвинуваченный, будучи військовозобовязанным, та будучи належным чином поведомленным шляхом надання ему 5-10 повістки, та озвучение ее изместа в голос, про то, что он должен 5-10 о 12-й године прибудить до ТЦК и ЕСП для уточнения військовооблаковых данных и проходить військово-ликарской комиссии для подальшого принятия решения о его придатности или непридатности до проходения службы за призовом подчас мобилизации. И вот дальше читаем. Особа 3, перебивающий у примещенні ТЦК и ЕСП, був попереджений начальником ТЦК и ЕСП про кримінальную відповідальность за ухилення від військового обліку, а саме за дії, які полягали у недотриманні правил військового обліку та непроходження військово-ликарской комиссии. И дальше смотрим, что вот, свідомо, ухилляючись від виконання свого військового обліку, грубо порушуючи статті 1.2 закону ПРОВО та ВС, что он сделал? Відмовился от проходения військово-ликарской комиссии, хотя мав для этого объективную возможность. И суд, акцентируя внимание на том, что человек отказался от прохождения ВЛК после того, как ему дали повестку, после того, как его предупредили о уголовной ответственности за такие действия, приходит к выводу о том, что человек виновен. Но следует здесь сказать, что человек сам признал свою вину, раскаялся, согласен был со всем. И здесь суд проходил в упрощенном производстве. И вы, кстати, посмотрите, как быстро. Вот да, мы там месяцами ждем, когда же будет суд по незаконным действиям представителям ТЦК и ЕСП. Но смотрите, как быстро происходит суд над человеком, который отказывается от прохождения ВЛК. 5.10 ему дали повестку, а напомню, 26.10 уже приговор. Три недели от нарушения до приговора. Вот если вы с такой скоростью за нарушение прав граждан представителями ТЦК и ЕСП, людей судили. И какое решение принял суд? Вот, ухвалив. Визнати винным у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 337 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі 400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 6800 гривень в дохід держави, відповідно. Итак, що ми с вами увидели. За отказ от прохождения ВЛК человеку може бути применена уголовна ответственность. І ця уголовна ответственность применяється по статті 337 Уголовного кодекса України. І вот таким образом ви получили достаточно быстро обоснованний ответ. І именно за це нужно поставити лайк этому видео. Нужно подписатися на мой Ютуб канал, а також на мой Телеграм канал. Ссылочка на него є в описанній к данному видео. Почему надо подписатися на Телеграм канал? Потому що там информации більше і появляється она оперативні, чем в Ютуб канале. Ну і естественно там я стараюсь отвечати на ваши вопросы в комментариях. Но продолжим. Що нужно продолжить? Що ще нужно знать по этому вопросу? На самом деле, вот этот приговор является третьим приговором, который я вижу за все время военного положения, где человека за отказ от ВЛК привлекают к уголовной ответственности. Не просто по статье 337, а вообще, в принципе, по уголовной ответственности. Почему? Потому что сложившаяся, уже традиционно устоявшаяся судебная практика по статье 336 уклонения от мобилизации Применяется эта статья в тех случаях, когда человек прошел ВЛК, был признан пригодным, либо ограниченно пригодным к службе в армии, дальше там либо отказался от повестки на отправку, либо взял, но не пришел, либо отказался от отправки. Ну и там варианты есть еще, да. Там не доехал до учебного центра, выпрыгнул с машины и так далее. Но суть одна. Практика по 336 статье говорит, что по ней привлекают именно тех людей, которые прошли уже ВЛК. А вот тех людей, которые не прошли ВЛК, как мы видим, могут быть привлечены к уголовной ответственности по 337. Ну и подчеркиваю, вот я видел только три таких приговора за все полтора года. А это значит что? Это значит, что в большинстве случаев люди получают за это административное взыскание. И все. А в некоторых случаях, как мы видим, возможен все-таки и приговор. На чем я хочу в этом плане сакцентировать ваше внимание? Что поскольку таких приговоров мало, это не устоявшаяся судебная практика. И здесь эти приговоры, они скорее исключение, чем правило. Потому что вот если вы посмотрите приговоры, мои обзоры по 337 за последние месяцы, то мы там увидим, что по 337, как правило, привлекают за уклонение от воинского учета. То есть от постановки на воинский учет, а не за прохождение ВЛК. Вот такая сложилась у нас ситуация по этому вопросу. Если вы посчитали, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк. А я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Ну и даже если вы лайк не поставите, то все равно я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.